итак ну что ж арея рума и маленькие любители покушать у микрофона как всегда ваш покорный слуга мамору и мы продолжаем проходить такую увлекательную сборочку как stone block 2 ну и наверное как я люблю это говорить всегда это говорю за кадром произошли достаточно глобальные изменения и в частности эти изменения коснулись вот этой вот нашей комнаты и как мы можем помнить в прошлой части и к сожалению не было но сейчас она опять таки появилась это вся комната у нас сугубо посвящена только одну моду applied energistics а этот мод позволяет все хранилище которое здесь меня было на кидано просто безумным образом сундуках просто систематизировать и поместить вот в маленький такой ящичек которым хранится у нас сейчас получается все вот эти сундуки которые здесь были ранее а также я поместил в этот ящичек получается все те ресурсы всех тех куриц которые здесь когда-либо неслись и также когда-либо несутся ну и чтобы получить доступ к этому ящику мне просто достаточно тыкнуть на имя крафтинг терминал и я получу доступ к гигантскому безграничному количеству всех ресурсов когда-либо созданных мной или которые когда-либо будут мною созданы это позволяет гигантским образом сокращать количество времени на поиск каких-то ресурсов и тех же их крафта в этой же серии я непосредственно хотел бы дальше начинать проходить эту сборочку по квестам мы выполнили с вами stone block на 65 процентов оставшаяся часть на самом деле очень простая и выполнить его не состоит никого труда сторож я выполняю по ходу прохождения и по большей части здесь уже все выполнено остались такие лишь мелкие крафты которые можно выполнить буквально на за кадром руст у нас я насколько помню выполнен на 85 процентов сугубо потому что мною были не скрафчены вот эти вот небольшие ачивки которые можно скрафтить в принципе закрытыми глазами флюидные коровы я тоже считаю то что они у нас завершены потому что все остальные виды коров крафтится буквально по щелчку пальцев мистические агрокультуры это получается вот эти вот наши семена которые здесь у нас растут тоже по факту можно считать выполненными не выполнено здесь только вот этот слой печи который выполняется на самом деле тоже достаточно просто драконик эволюши он тоже по факту у нас считается выполнена помимо хаос ядер и хаос энергии но опять таки это хаос дракона которого пока я рыпаться не хочу с вами ну и остались у нас наверное три вкладочки and game вы уже получается которым рано или поздно должны были прийти это Получается Project E, и это получается своего рода сын мода EE2, возможно кто-то был с этим модом знаком, Extreme Crafting, это просто безумно сложный и усложненный способ получения непосредственно вот этих вот бесконечных слитков, которые я получаю сейчас просто дая коров. И последний это Томкрафт, который по сути не особо нужен на этой сборочке, но он здесь есть, и раз нас просят его изучить и распахать, то почему бы и нет. Но для всех этих модов нам потребуется какое-то безумное количество энергии. Ну а сейчас я напомню, что всю энергию, которую мы получаем в наше ядро, у нас получается сугубо с помощью вот этого маленького такого реактора, который вырабатывает на данный момент всего 2000 кило РФ за тик, что невообразимо мало, и за все время моей игры у меня получилось здесь набить всего-то 0,050% от 2,14 триллионов РФ. Это вообще сущие копейки, и поэтому я решил эту серию посвятить сугубо тому, что буду наращивать масштабы производства непосредственно этой энергии. И для этого я собираюсь, во-первых, построить чуть больше реактора, нежели есть у меня сейчас, например, вот таких вот масштабов. По размерам он у нас 13 на 13 получается, и вот этот вот реактор мне придется, наверное, сейчас снести, чем я с вами сейчас успешно и займусь. Так, реактор получается я снес, все замечательно у нас здесь расположено, и получается мне уже нужно начинать заполнять вот этот вот реактор. Ресурсы, по идее, я уже для него подготовил, по факту нужны все те ресурсы, которые были нужны и для маленького реактора, за исключением маленькой детали, то что я большую часть хочу заполнить его непосредственно реакторным стеклом. Что ж, давайте приступим. И получается у меня вот таким вот образом, то есть каждая стена у меня до конца завершена, и построена непосредственно здесь такая вот просто заградительная стенка из стекла. То есть получается теперь я возвращаю вот сюда вот акселераторные порты, и скажем пусть у меня лицевая сторона останется вот здесь вот, и здесь я тогда их и возвращаю. Два порта я здесь получается поставил, один получается на изъятие из реактора переработанного топлива, а один непосредственно на его поставление в наш реактор. Изменяю я режим непосредственно вот этого вот реактора на акселераторного порта с помощью вот такого вот ключа из этого же мода, как ни странно. И осталось лишь настроить гранатый кондуит. Из реактора он забирает и поставляет непосредственно в драйвер Ну а в этом случае он из драйвера забирает и поставляет непосредственно в наш реактор Чтобы у нас топливо не кончилось, я ставлю сюда непосредственно рут Я ставлю сюда курицу из елориума И также делаю сюда кондуит, который будет забирать всю получается руду из курицы непосредственно и поставлять ее в драйвер Ну а дальше я непосредственно размещаю здесь контроллер Пока он не работает, потому что соответственно крышка реактора здесь не закрыта, что есть плохо И непосредственно нужно начинать ее закрытие Ребят, я вынужден признаться, я немножечко тут накосячил в плане производства реактора. И я в первую очередь накосячил с его размерами, потому что я сейчас построил этот реактор, который был 13х13, но турбину мне ни в какую запускаться нормально и адекватно не хотели. Сейчас же я немножечко полазил по ютубчику, нашел кучу видео и нашел тучу гайдов, и сейчас я готов с вами поделиться рецептом самого вкусного реактора, который можно только придумать. Размеры этого реактора составляют 7х7 и на 10. Все основные элементы этого реактора у нас перенесены на его крышку, также можно было бы их занять и снизу, но как мне кажется крыша будет наиболее эффективным вариантом. Здесь у нас стоит ровно 8 топливных стержней, как вы помните в моем маленьком реакторе 3х3 этих стержней было 3 штучки, здесь же этих стержней 10 штук. Также здесь у нас стоят вот такие вот получаются крышки этих самых стержней, которые отвечают непосредственно за регулировку. В самом центре же стоит у нас этот контроллер реактора. Если мы сюда зайдем, мы увидим то, что во-первых реактор уже у нас запущен, так что его даже можно пока что отключить. И мы с вами видим такую картину, то что разогревается у нас спокойно до 6000 градусов Цельсия, и это для меня в принципе является приоритетом. Потому что, как я и говорил, я не собираюсь использовать этот реактор напрямую для производства энергии, а хочу его энергию конвектировать через паровые турбины, которые будут у нас стоять по вот этим вот краям нашего реактора. И самая моя главная цель, чтобы этот реактор производил как можно больше нам пара. Соответственно, чтобы производить пары, нам нужно поставлять сюда воду, которая будет впоследствии перегрузовываться в сам пар. Ну и чтобы этот реактор у нас перестал производить электроэнергию, а стал сразу производить пар, нужно разместить хотя бы один штука реакторный кулерантерный порт. Этот порт отвечает за поставку воды непосредственно в сам реактор. Достаточно его, насколько я понимаю, разместить одну штуку, но, учитывая то, что у нас есть только эндерфлуид кондуиты, которые способны максимум переносить в 800 милибакетов тик, их потребовалось, вот этих вот получается портов, 3 аж штуки. Берут они воду непосредственно из синков. Как я выяснил, методом тестирования синк это по сути бесконечный источник воды, поэтому такая вот схема является наиболее эффективной в плане подачи воды непосредственно в сам реактор. Из синка просто вода с помощью кондуита забирается и поставляется непосредственно в наш вот этот вот порт. Система непосредственно с топливом я перенес вот в эту часть реактора, здесь у нас вместо одной теперь стоит 3 курицы, и таким же методом забирается все переработанное топливо, получается, в этот базик драйвер. Это сугубо потому, что все ресурсы, которые у нас производятся из реактора, то есть все отходы, я уже успел потратить. Тем временем я хочу попробовать запустить пока этот реактор, чтобы он у нас просто не стоял без дела, и как минимум хотя бы чтобы отходы у нас производились. Все, получается, отходы от нашего реактора потратились на то, чтобы создать вот эти вот турбины. Турбина представляет собой отдельную мультиструктуру, нежели сам реактор. Как ни странно, строится она из двух видов блоков, это турбинный хаузинг и турбинный глаз. Размеры этой турбины 16 в длину, по ширине 7 на 7. Главным условием ее создания не только корпус, но еще то, что ровно по центру этой турбины должен разместиться турбин ротор бейдинг, это вещь, которая позволит непосредственно ротору кручиться и вращаться. А также тут должен быть один штука контроллер размещен, неважно в какой часть, непосредственно этой самой турбины. И тогда мультиблощная структура может быть успешно у нас завершена. Давайте сейчас попробуем здесь разместить два блока стекла, и турбина у нас завершена не будет по какой-то причине. Возможно, она не завершается из-за того, что отсутствует непосредственно сам ротор. Сам ротор непосредственно у нас как раз таки и крафтится из этого цианита, который в свою очередь добывается из-за непосредственно самого реактора. Ротор необходимо размещать, чтобы он выходил непосредственно из этого ротор бейдинга и шел насквозь через весь реактор. И завершающий получается все, ротор у нас поставлен. На этом роторе впоследствии будут размещены непосредственно лопасти, которые будут вращаться от нашего пара. Все, я получается разместил здесь последний блок стекла, и да, действительно, без ротора эта мультиблощная структура отказывалась полностью собираться. Сейчас мы видим то, что она у нас завершилась, и сейчас мы посмотрим. Заходим в ее интерфейс и наблюдаем такую картину, то что у нас пока ничего не работает, но зато мы с вами видим то, что здесь у нас в нижней части видим количество жидкости, поставляемое непосредственно в саму турбину. В данном случае 2000, и это ничего менять не нужно. И единственное, что нужно поменять непосредственно, катушку у нас до данного момента выключить. Катушка у нас сейчас отсутствует, в связи с тем, что я ее просто банально не поставил. Катушкой может являться непосредственно любой блок, обладающий свойствами возбуждения магнитного поля. Насколько мы знаем из курса общевой физики, если мы будем возбуждать магнитное поле, то мы будем получать электроэнергию. По этому же принципу и работает вот эта непосредственно сама паровая турбина. Ну и в качестве непосредственной катушки я буду использовать людокеритовые блоки. Несмотря на то, что крафт у них достаточно дорогой, нам потребуется их ровно 32 штучки. И получается вот эти вот людокеритовые блоки, которые мы скрафтили, мы должны разместить в противоположной стороне от непосредственно нашего вот этого вращательного ротора. Размещены они должны быть по кругу нашего непосредственно вот этого вот вала в 4 слоя. Остальную же нашу часть вала мы тоже должны каким-то образом занять. И занимать мы ее будем непосредственно вот такими вот лопастями, которые будут вращаться непосредственно от пара, который будет сюда заходить. Лопасти должны размещаться именно вот таким вот образом, то есть в 2 слоя и до конца буквально этой самой трубы. И это можно на самом деле легко очень осуществить, если мы возьмем, разместим вот эти вот турбины хотя бы в один слой, а мы дальше возьмем вот эту вот палочку волшебную и разместим все остальное. Если мои подсчеты верны, а они должны быть верны, то здесь этих лопастей должно быть ровно 80 штук. Ну и теперь непосредственно мы должны подумать о способе, как мы будем забирать из реактора пар и поставлять непосредственно в нашу турбину. И также воду, которая будет конденсироваться в нашей турбине, поставлять обратно непосредственно в наш реактор. Это осуществляется из реактора с помощью вот этих вот кулерянтерных портов. Их необходимо разместить вот здесь вот ровно 2 штучки. Примерно на том же уровне, что и здесь. Один вот этот порт будет синим, а другой красный. Полярность порта меняется с помощью вот такого вот гаечного ключа. Получается синий у нас принимает, а красный отдает. Напротив этих портов здесь мы должны разместить непосредственно вот такие вот турбинные флюдные порты. Также красный принимает, а синий отдает. Принцип их размещения очень простой. Напротив красного мы размещаем красное, а напротив синего мы размещаем синий. Думаю, это очень сильно понятно. Ну а теперь я думаю, что мы с вами успешно можем закрыть эту самую турбину. Турбина замечательно собралась, значит все делали мы с вами правильно. Реактор у нас работает и производит непосредственно эти милибаки. Замечательно. Теперь мы с вами успешно можем запускать в таком случае турбину. Нажимаю актив турбин и турбина начинает вращаться. Прежде чем мы собрали эту турбину, надо не забыть о размещении такого блока, как турбина Redstone Flux Power Tab. Это непосредственно блок, который будет позволять выходить все электроэнергии, которая будет копиться в нашей турбине, из нее непосредственно. И сверху надо будет разместить непосредственно вот этот вот Flux Plug, который будет направлен у нас непосредственно и на реактор. И соответственно вся энергия, которая будет производиться здесь, будет позволяться непосредственно в сам реактор. Как только мы запустили нашу турбину, она начала вращение, и она начала производить непосредственно обороты. Как можем видеть и прочитать на этой табличечке, рекомендуемые обороты для турбины от 900 до 1800 оборотов в минуту. Насколько я все правильно понимаю, количество оборотов этой турбины в минуту будет составлять примерно 1800, если мои подсчеты верны и все мы с вами построили правильно. Здесь же мы можем наблюдать, насколько эффективно размещены роторы по отношению к остальной турбине. Здесь мы с вами видим то, что максимально лучшее количество роторов для этой турбины 80. Мы 80 с вами успешно разместили. Вот эта строка интерфейса нам по факту не нужна, а эта строка интерфейса отвечает непосредственно за то, работает ли наша катушка или нет. Если Disable, то она соответственно не работает, и соответственно не производится никакое количество энергии. Но при этом количество оборотов набирается быстрее, так как не создается магнитное поле, которое будет давать хотя бы какое-то сопротивление. И соответственно, как только мы включим эту катушку, электричество пойдет вверх, а катушка будет замедлять свои обороты. Но нам сейчас лучше будет, если катушка наберет максимально быстро свои обороты и выйдет на рабочий ход. Единственный минус такого способа добычи электроэнергии непосредственно состоит в том, что для того, чтобы дать этой турбине нормально работать, ей нужно какое-то время. В любом случае ей нужно время. И достигает она этого времени примерно минуты за две, за три. И уже потом о ней можно полностью забыть, и она будет так же автономно работать, примерно как и наш маленький вот тот вот реактор. И буквально вот такая вот расстановка реактора будет нам позволять запустить, помимо одной вот здесь вот турбины, еще три соседствующие с ней. Но я думаю, что в следующей серии я обязательно размещу уже, получается, четыре вот таких вот наших турбина, для того, чтобы производилась энергия в максимально быстром масштабе. Разместить в этой серии мне не позволяет то, что банально не хватает ресурсов в качестве отходов этого самого реактора. На блутоне его нужно какие-то гигантские количества, поэтому мне придется это все делать сугубо за кадром. Мы можем наблюдать то, что наш реактор уже разгонался до 1700 оборотов, а значит то, что мы можем включать наши непосредственно с вами катушки. И мы уже можем видеть такой большой нюанс, то, что наш реактор производит 28 кило РФ за тик. Это невообразимо много, учитывая то, что наш маленький реактор производил всего каких-то 2000 кило РФ за тик. И учитывая то, что это всего одна турбина, ребят, это одна турбина, а здесь еще их будет три. И будем получать 120 кило РФ за тик. 120 тысяч энергии в секунду. Это невообразимо большая цифра, особенно по сравнению с 2000. Хотя как бы и сравнивать количество ресурсов, затраченное на это и на то, тоже не совсем корректно, но тем не менее. Все получается, турбина у нас успешно работает, мы можем видеть то, что количество ее оборотов примерно устаканилось, и будет колебаться не в значительных высотах, поэтому даже на это можно не обращать внимания. И сейчас давайте заодно проверим, поступает ли вся эта энергия в реактор. Можем с вами наблюдать сразу 27 тысяч, так как из реактора что-то успевает забираться, то это нормальная погрешность, в пределах нормы, можно сказать. Ну и уже тогда получается, когда к следующей серии у нас будет подготовлено 4 этих реактора, мы с вами можем начинать распахивать такие замечательные моды, как Project E и Towncraft. Ну и тогда на таком прекрасном моменте я буду постепенно заканчивать серию. Если же у вас какие-то вопросы остались по поводу производства нашего реактора, то я с радостью буду на них ответить в комментариях, ну или в следующем видео. Ну а у микробона был как всегда ваш покорный слугам Амамору, еще услышимся. Ну и уже по сложившейся традиции, я как всегда помещаю случайного комментатора из предыдущего видеоролика на нашу доску почета. И как ни странно, в этот раз сюда попадает человек непосредственно с этим ником. Спасибо тебе за твои комментарии. Ну а также я напоминаю, что у любого из вас есть возможность попасть на эту доску почета. Вам достаточно просто оставить любой комментарий под этим видеороликом, и сразу же в следующей серии вы с большой вероятностью сюда попадете. Ну и на этом все. Я не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok